всем привет понедельник а я уже начали принципе дела сделаны и вот второй день уже установившаяся погода в 30 градусов не дает начать эту неделю продуктивно принципе я вижу что все там торопится ну пытаются торопиться кто-то работает в общем-то люди настроены серьезно но знаете с чем это сравниваю знаете когда в африке выпадает снег то детей выпускают из школ чтобы они посмотрели на снег потому что но и такое редкое явление я подумал что в 30 градусов наверное всех санкт-петербуржцев можно выпускать на улицу чтобы они насладились жарой вот хотя с другой стороны вот кто-то там приехал видимо и так я проходя мимо услышал их разговор говорит очень жарко у вас у нас такой жары не бывает хотя мне кажется что они ну может конечно северного какого-то края так вот почему я такой вот весь расслабленный потому что у меня сегодня безалкогольный напиток а кроме того что он безалкогольный он еще биодинамически и причем это написано прямо на этикетке и прямо посередине обычный деметр там либо где-то сбоку а вообще крутые производители а него назад прячет потому что это не принципиально видите она здесь даже не выделяется просто белым по черному вот но здесь это кстати достаточно важно потому что это даже не безалкогольное вино это виноградный сок прямого отжима урожай 2020 года конечно вот этот урожайность и винтажность она на сок не распространяется но все-таки производитель если он крутой и говорит что я хочу чтобы это этот сок пился как вино то конечно 20 год винтаж наименование тоже это конечно важно потому что рядом стояла бутылка другого производителя и там было написано начал в кавычках но не было ну ладно не было диметра но там был биозначок хотя для меня это не совсем принципиально но там не было винтажа и для меня сразу это конечно снижает интерес во всяком случае я представляю что все равно у них хороший виноград и наверняка хороший получился отжим вот но хайнрих понимаете это хайнрих так давайте я открою и кстати когда вот так снимается крышечка это нормально потому что это мне сказали что это и есть такая технология что вот этот вот мембрана она прилипала к горлышку и не давала оксидироваться излишне хайнрих давайте к нему вернемся почему я выбрал его хайнрих дело в том что это один из первых производителей акции почему по лайту я говорю я без штопора и без сплевывания потому что напиток безалкогольный наконец-таки хотя план кстати был другой может быть я очень реализую в следующие дни так вот хайнриха я пробовал на заре вступления как раз в мою мой биодинамический опыт дело в том что когда я в конце семнадцатого года устроился работать на винный склад там только было еще начало еще магазин строился с нуля естественно мы проходили обучение обучение вел евгений шамов и мы как раз ну кто-то пробовал биодинамику кто-то пробовал органику но тогда это было все таки еще не так распространено то есть единично можно было попробовать но вот было такой курс введения для того чтобы окунуться в этот мир уже осознанно и вот один из осознанных таких вот воспоминаний это хайнрих потому что это биодинамика почему потому что это натуральное виноделие и как это было понятно дело в том что вино прям было вонючим вот если я говорю этот скотный двор знаете он бывает и в классических винах то я говорил кот дюрон бывает в приорате но там он пах просто издалека это было сразу понятно но понятно было что это их стилистика в принципе так что там а ну название наверно я должен сказать что это не просто хайрик а джуси red 2020 деметр здесь значок и респект биодин вот такой кстати значок я еще не видел но он рядом с деметром находится ну пожалуйста да вот и что меня еще удивило на это я хотел обратить внимание здесь 074 почему-то и причем это было сразу почему-то понятно потому что ну как-то это бросается в глаза и на российской контр-этикетки тоже написано 74 хотя на бутылке если мы посмотрим саму вот здесь вот то что выбито это 075 то есть они что не давили что ли ну ладно принципе для сока наверное это не принципиально и с этот экономия на каждом на каждых десяти граммах наверное это что-то стоит значит дата розлива 30 на 9 20 20 годин до 30 0 9 2022 то есть эти годность то уже его подходит концу ну тем он еще биодинамичнее будет ну и надо наверно сказать что возит винотера а потому что первый не ферментированный сок да ну тут написано виноградный сок прямого джима но там было написано не ферментированный сок я попробовал тоже помог от винотера это был производитель из этого же региона лоймер вот ну принципе то не принципиально на самом деле в каждом регионе наверное есть такие производители которые делают ну сок и забили без алкогольное вино хотя бы не такое не коммерческая а все-таки приближенная к тому стилю который исповедует дом здесь это билдет биодинамика натуральные натуральное вино со всеми его мелкими изъянами еще и знак органики но это все касается биодинамика органика виноградовство поэтому на самом деле он может быть достаточно чистым так очень долгое выступление понял во первых он не прозрачный он явно не фильтровался единственно что я не нашел что это у нас тут за виноград потому что все написано на австрийском или как там какой у них язык вот и на российской этикетке нет указания с другой стороны а на том вине наоборот было указание что это цвайгель здесь я тоже думаю что какой-нибудь свайгель то может еще чего не добавили вот значит что надо понять сразу что она не фильтрованная достаточно такое взмученная но в принципе как раз это есть в стилистике производителя сок достаточно фиолетовый несмотря на то что он принципе уже практически два года в бутылке он такой яркий и вот этот оттенок вот такой непрозрачный как-то ему превращать в кисель только кисель такой не российский а скандинавский глек или что-то такое аромат классический виноградный принципе если вот сравнить сейчас кто-то ругает фанагорию принципе пахнут они примерно одинаково может быть это немножечко чище потому что у фанагории есть этот оттенок пастеризации или чего тут когда сок виноградный прямого отжима превращается все-таки в какой-то вот именно сок фруктовый и там тогда это чувствуется чувствуется красные сорта принципе и вот чуть-чуть такой вот оттенок косточки не знаю насколько там все это отжимается в плане того что попадает ли туда ну судя по цвету то все попадает на что-то мецерация видимо какая-то проходит дать попробую вкусно конечно это не вино и сложно даже подумать что это может заменить вину в какой-то хотя бы даже степени это такой все таки напиток летний освежающий кстати вот что еще интересно что красный он я его охладил и все равно он действует очень хорошо даже так я сразу помокрел самое интересное что абсолютно не хочется его там держать во рту так сильно ты просто его пьешь как сок вот не могу вспомнить если взять виноградный сок просто в тетрапаке ну который сок сок прям соковый производитель насколько он похож я помню что у виноградного сока есть такой побочный эффект из-за того что косточки что-то выделяется там такое что прямо может заболеть голова как вот от чая да вы как раз это вот как за касается учет такого танина ферментов каких-то на голодный желудок бывает так крепкого чая так попьешь замутит вот я помню что от свежевыжатого сока тоже такой бывает эффект вот здесь не очень сильно чувствуется косточка принципе вкус умеренный с хорошей кислотностью с достаточно все равно большим сахаром чтобы мне не говорили 20 грамм сахара но из-за того что это такое невинный невинное произведение да то есть это не безалкогольное но это сок прям сок то нету того баланса который мы обычно чувствуем сахар кислота и алкоголь здесь алкоголя нету уже мы теряем часть сахара кислота здесь кислота фруктовая не та винная которую все-таки в процессе брожения которая перерабатывается вине все-таки в общем то не сказать что это прям заменитель видимо это хороший вариант для того чтобы производителю сделать какой-то безалкогольный продукт не запариваясь на вот эти всякие обезалкоголивающие вариации и все равно на вино будет не похоже а париться много надо вот можно сделать такое псевдо вино а так виноградный сок и принципе выдавать его как что-то безалкогольное никакой дичи нету просто вкусно все